Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Не могу перестать думать о прошлом моей девушке. Так как я парень стеснительный и не гнался за вниманием девушек, в моей жизни не было достаточно много отношений. Ну, я так понимаю, сейчас здесь точки у вас пропущены. Давайте сначала. Не могу перестать думать о прошлом моей девушке. Ну, а давайте попробуем представить себе, что вы о нем думаете, вот, что называется, ну, сколько хотите, да? Вот. А к чему вы приходите, думая об этом? То есть, какие выводы вы делаете, думая об этом? Какие мысли, ощущения и чувства у вас возникают? Возможно, только возможно. Если бы вы позволили себе, что называется, ну, подумать об этом столько, сколько вам хочется, так, вероятно, ситуация была бы несколько лучше. Как вы думаете? Как вы считаете? Можете ли вы, вот, ответить себе на этот вопрос? Что было бы, если бы вы, ну, вот, подумали бы о прошлом девушке, раз вам так этого хочется, да? А столько, сколько, вот, ну, сколько, сколько, эээ, сколько нужно, да? Вот, что бы было. Очень, на мой взгляд, прям интересный, как мне кажется, момент. Вот, потому что, по моему мнению, проблематика, вот, в частности, проблематика заключается в том, что вы не позволяете, как бы себе додумать мысль до конца, вот, ну, свою мысль до конца. И она у вас, как бы, все время остается такой вот, ну, недодуманной. Вот, и, ну, естественно, естественно, на мой взгляд, что в такой ситуации вы снова и снова будете возвращаться к этим мыслям, потому что остаются, моменты, которые, вот, ну, которые, вот, ну, которые вам хочется, что называется, обработать. Да, вот. Давайте, ну, вот так попробуем сказать. Дальше. Я парень стеснительный и не гнался за вниманием девушек. Ну, на мой взгляд, стеснительность, конечно, в какой-то степени связана с подавлением, подавлением своих импульсов, да. Вот. То есть, по сути, да, вот, вы, условно говоря, там, ну, запрещаете себе, чтобы, вот, вы запрещаете себе нечто, чего бы вам хотелось, да. то есть, ну, грубо говоря, сковываете себя, да, грубо говоря, как-то вот сдерживаете себя и так далее. Отсюда вот, ну, то, что вы называете стеснительностью. Вот вы дальше пишете, что не гнались за вниманием девушек, да, вот, я думаю, что вы это обесценивали, то есть, обесценивали внимание девушек для того, чтобы, вот, как-то, ну, защитить, может быть, себя, да, защитить от разочарования какого-то, да, боли и так далее. И естественно, естественно, что какие-то ваши желания остались нереализованными, какие-то ваши потребности остались нераскрытыми в этом смысле. И, на мой взгляд, именно они порождают вот, ну, то, по сути, о чем вы говорите. да, то есть, это порождает, вот, ну, какие-то мысли, там, ну, вот, как вы говорите, что, значит, там, значит, думаете о ее, значит, о партнерах, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ах, то есть, это вот некая, 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 некая такая, получается, свобода, да, некая свобода, девушки, вас, как-то, вот, напрягает. Она, эта свобода, сталкивает вас с чем-то, что вас ранит. Нужно понять в этом смысле, что именно вас ранит. Дальше. Так, значит, в моей жизни не было достаточно много отношений. А вот хочется спросить, а как это достаточно много? Достаточно много отношений это как? То есть, как вы, ну, например, могли бы понять, да, что отношений достаточно? Как вы могли бы это понять? То есть, когда, когда отношений будет достаточно? Вот. Это вот, на мой взгляд, довольно тоже важный момент. И, как мне кажется, здесь вы сталкиваетесь с тем, вот, что относитесь к отношениям, простите меня, за, может быть, патологию, да, как к чему-то, как к некой атрибутике, как к чему-то, характеризующему вас, подтверждающему, как бы, вашу ценность, и значимость, состоятельность, полноценность. В то время, моя девушка провела юность более активно встречаясь с многими парнями, но, что самое худшее, большинство этих парней я знаю. А почему это худшее? Опять же, возникает вопрос, с, ну, с чем таким вы скалкиваетесь, да, с чем таким вы скалкиваетесь, что для вас это худше. Я не говорю, что это неправильно сейчас, я говорю немножко о другом, я говорю о том, что, по-видимому, 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 вы, как будто бы, сравниваете себя, ну, вот, с этими парнями. то, что вы их знаете, ситуацию, конечно, не делает легче, потому, что вы их знаете, вы знаете, там, например, ну, грубо говоря, вы знаете, что это за люди, люди, вы знаете, какие-то люди, вот, и, как я думаю, вот, это, опять же, создает предпосылки для того, чтобы вы сравнивали себя с ними, но попробуйте подумать, как вы приходите вообще к тому, чтобы сравнивать себя с кем-либо. Дальше. Так, значит, когда я смотрю на свою девушку, представляю, как она с ними занималась непотребствами, я не ревную, понимаю, что она меня сейчас любит. Опять же, а, почему вы это называете, вот так, как называется? То есть, откуда идет, ну, по сути дела, запрет? По сути дела, идет запрет вашей девушке на жизнь до того, как, в общем-то, вы стали вместе. Вот. То есть, хотелось бы в этот момент тоже, ну, как-то прояснить, да, вот, откуда идет этот запрет. Какое же у вас отношение к девушке, если вы допускаете запрет для нее на получение опыта, на жизнь. Собственно, благодаря чему она стала той, в которую вы влюбились, очевидно. Я не ревную, понимаю, что сейчас она меня любит и не изменит, но понимаю, что она не ответственна и легко поведется на что угодно под алгоголем. Но это ваше ощущение незащищенности и неуверенности в себе, да. Кроме того, здесь как будто бы еще и некое такое нежелание брать ответственность на себя за то, по сути, кого вы выбрали. То есть, это история про то, значит, я встретил девушку, которая курит, вот я вступил с ней в отношения и после этого решил отлучить ее от курения, говоря о том, что курить это плохо, не приму ее курящий и прочее. Ну, согласитесь, немножко странно, что вы, что вот это. Говоря о том, что она не ответственная, может быть, вы, конечно, правы, но то, что вы формулируете это так, наводит на мысль о том, насколько ответственны вы. Если вы ведете себя правильно максимально, если вы следуете правилам, это еще от них не значит, что вы ответственны, поэтому с ответственностью нужно работать. Ответственность, это в первую очередь отношения, это в первую очередь принятие своих переживаний и принятие последствий за них. То есть, если я выбираю девушку, которая курит, но я всю жизнь говорил, например, что я против курения, но я выбрал девушку, которая курит, я принимаю то, что, ну, не такая уж важная история для меня курения. В детстве недостаточно уделяли внимания, она искала это внимание в парнях, то время, как я вырос в семье, где меня любили, и время я уделял только на саморазвитие, нежели встречал с кем попал. Опять же, может быть, вы правы, но то, что вы описываете, вот то, что вы описываете, если честно, меня немножечко наводит на сомнения относительно того, что вы напитались с этой самой любовью, о которой вы говорите, потому что, если бы вас любили, так как вы говорите, то подобные мысли, которые вы описываете, вам бы в голову не пришли, человек, который влюбил, он наполнен собственной ценностью, никак не зависит от, ну, от других, от кого бы то ни было. Вот. Ну, к сожалению, вы демонстрируете реакцию, да, совсем иную, и это наводит, в свою очередь, на мысль о том, что да, может быть, ваша семья действительно, ну, действительно была полной, вот, я надеюсь, что она есть, вот, но вот вопрос у меня к тому, какая это была любовь, потому что, то, что, опять же, вы занимались, как вы говорите, саморазвитием, и не встречались, с кем попало, ну, это говорит, скорее, об определенной несвободе, об определенных ограничениях, да, об определенной рационализации, если хотите, потому что, ну, что значит, с кем попало, мы все были молодые, мы все находились во власти гормонов, и так далее, то есть, откуда вот это обесценивание людей, с кем попало, да, это же обесценивание, оно не спроста, на мой взгляд возникает, да, вот, оно возникает именно вследствие того, что вы стараетесь отгонять от себя определенные потребности, которые не вписываются в вашу парадигму самого себя, в ваше представление о самом себе, это нужно тоже корректировать. Дальше, за ее прошлое, я ее не уважаю, очень думаю, что она такая, а какая, какая, опять же, окей, вы ее не уважаете, но вы ее выбрали, выбрали, противоречие, вы говорите, что она вас любит, а любите ли вы ее, потому что любовь это принятие, безусловно, а уже как третий год, я время от времени вспоминаю о ее прошлом, ничего не могу с собой поделать, хотя, хоть немного подумаю, просто начинает сильное недомогание и злой стороны девочки, расставаться не хочу, но жить с этими мыслями невыносимо, я пытался следующий год быть на семинаре, но ничего не помогает, я просто не могу взять и проглотить эту ситуацию, не могу принять все это, потому что вас это задевает, и потому что вы стремитесь к обладанию человеком, чтобы он принадлежал только вам, а это, к сожалению, не про любовь, и это ставит под очень большое сомнение то, насколько, как бы, аутентичная была атмосфера любви у вашей семьи, вот как-то так, поэтому то, что вы описываете этот запрос на психотерапию, вот, выбирайте себе специалистов и начинайте работать, всего-всего вам самого доброго. до сих пор, Продолжение следует...